Всем привет и с наступающим, потому что я эту серию записываю утром 31 декабря, а поэтому вы будете смотреть уже далеко в 2021 году. Кстати, как там в 2021? Надеюсь, получше, чем в 2020. Выслышите Алексея Халецкого, продолжаю на божестве пытаться за Польшу сделать весь мир католическим, победить религиозной победой. Но если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Итак, мы вышли в золотой век опять. Что нам тут вот для победы именно религии может? Ну, к оружию точно нет, опять же. Нафига нам плюс 15% производства военных юнитов, если я их могу завернуться на самом деле покупать, да? И я не хочу воевать, я хочу, чтобы все со мной дружили. Под охраной лжи шпионы мгновенно обоснованы. Ну вот это, кстати, интересно, да? Города с губернаторами плюс 50% туризма. Ну, туризм нафиг надо, и тут производство. Я думаю, под охраной лжи возьму. Не то, чтобы мне что-либо из этого вообще помогает, но, например, убрать губернатора как вариант. Тем более, что я еще двух шпионов могу сделать, да? Давайте вовроцлаве шпиона. Так, всемирную выставку я закончил победой. Так, что у нас, опять же, по странам? Вот надо Египет дообращать. Где у меня этот парень, который убирает полностью? Давайте в Саисе. Ну, не полностью, 75% меньше влияния. Сделаем так. Ага, здесь не надо. Так, пошли в Нихен тогда. Давайте, с тройной силой. А, еще у нас тут есть. Убираем сначала. Хотя, блин, тут уже 9, тут 7. В принципе... И, кстати, это уже означает, что обрача... Даже Ахитатон уже потерял. Я думаю, что это раз, два, три, четыре, пять египетских городов. А, у нее 11 их, по-моему. Ну, надо еще один хотя бы Ахитатон обратить. И, собственно... С Египтом заканчивать. А, вот этот. Все. Давайте проверим, что тут... Ну, я даже могу заканчивать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Даже 9. Ну, мне хватает уже и так. Все остальные автоматом обратятся. Тут вообще нету никого, кто мне мог бы это помешать сделать. Значит, у нас остается Германия, Норвегия, Индия и Швеция. В общем-то, до победы. Индии я тут занимаюсь вовсю. Так. Тут никаких особенных у меня нету, да, апостолов? Вот есть только на... На битву, например. Опять же... Как компьютер не умеет пользоваться механиками? Каждую серию вам это показывают, что... Компьютеры не умеют создавать... О, слушайте, это же, кстати... Тоже может ударить. Или нет? Да. Ой. А что это было? Это монах, что ли? Кто это вообще? Гуру. А как он работает, я забыл. Чего я его сейчас ваншотнул вообще? Ну так вот. Компьютер не создает инквизицию. Это самый простой способ для него было бы просто не дать мне победить. Потому что ему не нужны были бы апостолы, и ему не нужно было бы даже со мной драться. Он бы миссионерами приходил и вычищал в своих городах мою религию. Не миссионерами, а инквизиторами, но они стоят как миссионеры. А тут получается... Наверное, высажусь все-таки. А тут получается... Я получаю еще кучу религии за то, что я уничтожаю его апостолов. Кучу влияния. Минус 250 его и плюс 250 свой. Понимаете? Вон в Дели уже 11 последователей. В святом городе индуизма. Это, конечно, все странно. Так, я тут пытаюсь добежать до шведских апостолов и сжечь... А, ну да, кстати, у меня еще инг, но... Мне кажется, инг сам обратно будет обратно. Потому что у меня очень большое влияние за счет количества городов. Довольство в городах. Давайте воврослые. Продолжим увеличивать довольство. Сделал апостол. Но эти апостолы у меня на Швецию... Я бы, конечно, со шведом попытался уже... Вот обращу Индию, точно надо будет со Швецией пытаться мир заключать. С утроенной силой. Да. Это берем. Это самые важные две прокачки для победы религии. Это в городах других цивилизаций религия распространяется с утроенной силой. И прокачка... Вот это. Распространение религий снижает на 75% влияние других религий в выбранном городе. То есть это первый апостол, который убирает религию чужих. Следующим апостолом вы распространяете. И... Почему я говорю, что Ереван лучший город-государство для победы религий? Потому что с помощью Еревана вы можете не надеяться вот на этот рандом. Вы видите, когда я... Когда вы даете прокачку апостолам, вам из трех дается. Хотя прокачка, на самом деле, больше намного. То есть это такой рандом. Зачем-то сделанный. А Ереван позволяет вам из всех прокачек выбрать вот эти две нужные вам. И вы просто... Ходите и... Всех толиками-католиками делаете. Ну или какая-то у вас религия. Мойшами. Бахагават-гитами. Не знаю. Извините за стереотипы. Так. Ну этих всех... Сюда везем вниз. У меня такое ощущение складывается, что вот эти рандомные прокачки даются на один ход. То есть у всех апостолов получат одинаковый выбор. Вот конкретно в этот ход. У всех апостолов, которые я прокачу, у них абсолютно одинаковый выбор. Я, конечно, тут везде утроенную беру. Ну да, я бы уже... Короче, не трогал больше Египет. Я думаю, тут все обратится. Плывем к немцам. Египет сам религию не распространяет, апостолов не делает. Хотя у нее есть священные места. У нее вообще никак не сопротивляется тому, что... Я, конечно, удерживаю, что они мне даже войну не объявляют. Хотя все вот эти... Видите, все... А, Швеции я сам объявил войну. Но это... Очень странно. Управление риском глобализация. Так, а что я открыл здесь? Капитализм... По-моему, я уже поставил капитализм, да, в конце прошлой серии. Ну, давайте, наверное, мобилизацию. Потом СМИ. Чисто апост... Этих... Губернаторов, чтобы прокачать. Да, вот рыночная экономика у меня стоит. 634 веры в ход, 732 деньги в ход. Ну и по науке Коксистан я в втором месте. Тут, конечно, рвет Конго. Пытается победить наукой. Ну, вы же поймите, что... Тут не просто надо вот это все открыть и запустить. Там же еще ускорялки надо. Значит, 25 ходов будет лететь. Ракета. 131-й ход. В принципе. Еще у меня, кстати, есть одна... Под реликвию до сих пор. Слот. Так, фивы уже обращены. Давайте смотреть, что у нас тут происходит. Во-первых, у нас вот есть миссионер. Но он может... Меня... Почихать. Вот у нас есть два апостола. Так, давайте опять же работаем. Нет, мы будем обращать твои города. О, Нидорос уже лишился. Так, мы дальше тогда плывем. Пожалуй. Кайф вообще. Вот это, конечно, 75% когда убирает. Я бы, наверное, дальше проплыл к Таруге. Вот этим вот. А, у нас тут еще есть... Естественно, они на море вообще бьются? Нет, не бьются. Так, вот этим нападать или на... Да, нападать. Отлично. У него вообще почему-то... У Норвегии, вот... У... У Грузии намного более сильные были апостолы, чем у Норвегии. Почему-то, не знаю. Так, Бремен. Вот этим слабеньким. На него воздействуем. Вот этим с одним зарядом тоже тут давайте обращать. У меня только проблема в том, что я не всю карту вижу. Поэтому сложно понять, куда апостолов отправлять. О, тут Магдебург. Сюда. Этого сюда. Ну, Зугдит точно в мою веру перейдет. Кабул, Ватикан. Странно, что еще... Ну, я думаю, что следующим ходом здесь и здесь начнется снижение православия. Увеличение католицизма. 70 городов. Индуизм 6. Досизм 2. Ну, там, просто недобитых они не будут. Протестантизм 3. Тоже, считайте, уже его нету. Православие 7. Но это за счет Египта в основном. Вот остался ислам и иудаизм. Вот это основные. Католицизм против ислама и иудаизма. Сколько все-таки, смотрите, цила, игра про нашу жизнь. Все так, как реально в нашем мире вообще. Нет, давайте уже тут. Так, этот плывет. Напоминаю, что мне не обязательно, опять же, обращать конкретно все города каждой цивилизации. Только достаточно половины. Поэтому я, наверное, Швецию прям напоследок оставлю. Чтобы мне надо будет только половину обратить. Кстати, как насчет мира. То на почему-то, ну, уже 8 вход. Это уже терпимо. Так, у меня появились ресурсы. Я явно с кем-то прекратил торговать. У этого все по одному. Эту раму он не будет мне давать. Нет. У этого ничего нету. Норвежцы ничего нету. Янтарь я и так уже торгую. Ага, сахар есть у индуса. Так, вот сахар. Давайте, не знаю, на алмазы. 12 золота вход. Ну, дайте, может, какой-нибудь ресурс предложим. Нефть, например. О. Видите? Готов. Мне-то нефть не нужна. Так. Египет. Могу Египта тут дофига всего. Вот я с ней, наверное, торговал. Так, жемчуг на табак. Гипс на соль. Еще и благовония, вино и киты. Так, может, тебе тоже нефть? О, готово. Прямо так, благовония, вино и киты прям за 5 нефти. Отлично. Это отличная сделка. Сейчас проверим, что у остальных ничего нету. А, чай есть у Германии. В Германии. Ну, давайте тоже за... Блин, за одну нефть вообще готов. Странные люди. Чай компьютеры. Ну и что тут у меня в городах? Безудержное веселье. Счастье. Вот как сделать католиков счастливыми. Обратите внимание. Апельсинка, алмазы, красители. Ну, короче, все, что есть на планете, несете в католические города. И католики такие... Вау! Ты такой классный! Мы так тебя любим! Изи! Просто два... Вот это не два, а еще тут апостол сидит, поэтому он, блин, зону контроля делает. Приходится вот такой фигней заниматься. Ладно, тут постою. Инвестиции в центр. Так, и тут я еще одного шпиона хотел, раз мы уже взяли. Так, вроде все. И я даже успел везде... Эти построить. Плотины. Блин, а я проходил около чудо-природы этим? Ладно, пускай плывет в бухте Холонг. Может, и не проходил, я не помню. Так, один заряд давайте распространю. В каком-нибудь... Вкерение. Чтобы быстрее... Ну, чтобы этот город влиял дальше. Это уже один заряд, сам обриван, ну, вблизи ее. Все, тут нету больше ислама. Избавили несчастных кельтов от ислама. Думаю, они страдали, когда у них был ислам. Эти все курбан-байрамы. Бедных овечек резать. А, обратите внимание, что у них на территории нету овечек. То есть им импортировать приходилось. Это удар по экономике. Ваши действия препятствуют целям игрока Фриды Габарбароса параноик. Мешают ему параноить? Или что? Что это? Как я могу этому препятствовать? Так. Кстати, мне еще повезло, что ни разу не было никакой резолюции на религии. Вы знаете, чтобы там мешать распространению религии. Так. Нобелевская премия по литературе. Да. Запрещает вырубку или... Ну, давайте, пускай... Болото. Запретить строительство зданий этого типа. Давайте. Угольных. У меня просто все везде построено, мне пофиг. И я получаю дипломатические очки победы. Даже интересно, за что проголосуют. Хотя, удивительно, что ни одного компьютера не вынесли вообще. Так. Запрещает вырубку леса. Запрещает уволить. Все, за что я голосовал. Только вот тут два очка Конга получил. Проверим. Содержание юнита. Если они не имеют реального оружия. Проверим создавать армии. Нет, я все еще ничего не меняю. Я все еще в теократии сижу. Потому что у меня нету... Так. Получение писателей, художников и музыкантов. Это вообще мне, кстати, нафиг надо. Все там, победа даже. Дипломатия. Девять очков я на первом месте. Дипломатическое. Окей. Так, Лян я прокачал. Пингалу. Я даже не знаю. Ну вот, Мокша. А где у меня Мокша сидит? Кажется, Мокша вообще без разницы уже. Потому что он даже тупо не достает до городов, которые не в нашей религии. Как бы даже уже пофиг у кого прокачивать. Ну, не знаю. Давайте. 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 Магнуса. Логистику избытков, предположим. О! Сжечь еретика. Обожаю вот это делать. Обратите внимание, что когда вы сжигаете еретика, вы меньше минус. То есть, если бы я победил этого апостола своим апостолом, к иудаизму, он был бы минус 250. Ну и, соответственно, еще было бы плюс 250 к моей религии. Когда я просто убиваю юнитом, обычно, то это минус 125. То есть, половину меньше. И, естественно, никакого плюса в вашей религии не идет. Так что... Ну, вот почему компьютер хочет высадить апостола на... На землю, а потом его сюда перейти. Понятно, что это будут потери хода. Просто офигею. С пасфайтинга в шестой циве до сих пор. Так, плюс 3 довольства. Нет, нет, подожди, вот этим... Давайте... Какой у меня второй город по населению? Быдгощ? Давайте в Быдгощ перебросим. Этого инженера. Хороший инженер вот этот, в принципе. А какие там еще у нас дальше? Ну, мне вот этот не нужен, да? Этот не нужен. Просто желательно, чтобы Конго его не получил. Может, выкупить его просто. И этот выкупить. Чтобы не убыстрял. Куда мне вот еще деньги девать вообще? Инвестиции в Центр Коммерции. Этот проект Манхэттен построим. Эти сколько шпионов? Я не понимаю, почему я их вижу. С какой стати я вижу этих шпионов, если военный союз у меня заключен только с инком? Непонятно. Покупаем, продолжаем апостолов. Они скоро уже по тысячу будут стоить. Есть морская плотина в Варшаве. Тут ничего не поломано, да? Канализация нафиг нужна. Давайте логистику. Попробуем набить и на Королева. Вот этого я сейчас просто выкуплю, пожалуй. Потому что там все отлично. В общем, не дали хорошего ученого компьютеру. Правда, я не думаю, что на самом деле это компьютеру как-то влияет на его возможности по улету. Блин, почему опять компьютер хочет на землю меня высаживать, моих апостолов. Так. Ну, здесь, наверное, уже все вниз идем, да? Уезжает. Ну, Египет уже точно обращен. Нет, тут мысленно. Надо в Германию плыть. Так, и тут все. Все плывут. Все плывут в Германию. Вот этим одним можно Керене тоже обратить. Тоже один царя, талантно поплыли. Египет уже точно не вернется в никакую другую религию. Не пере... Вообще, можно было и Кёльн по дороге тут на самом деле пообращать. Так, давайте вот этим сюда пойдем. О, Ульм. Давайте в Ульм. Так, тут Миссионер. Минус. Тут я не вижу других, да? Ну, может, Макдебург? И тут я пройду вперед. Просто посмотреть, что тут происходит. Ну, Матяхин. Или Макдебург лучше все-таки. Так, тут, я думаю, не будет прохода. Так что вернусь. Давайте Макдебург. Так. Нет, здесь все-таки надо идти исследовать пока. Меня просто волнует, понимаете? Я вот это иду исследую, но я могу нарваться, вот тут железная дорога, даже не могу нарваться на немецкого апостола, и он мне этого завалит. И, соответственно, перебьет религию. Но вообще так, я смотрю, тут немного городов мне осталось обратить. Это радует. жалко, на воде никак нельзя это проатаковать. Так, идем дальше. Осло. Так, тут убиваем священный город протестантов тоже обращен в нашу религию. Ну, как я и говорил, что на этом континенте я уже не вижу проблем. Ага, тром все. Один житель, нет, наверное, не будем его на него тратить апостола. Один житель точно сам переконвертится. Так, тут к дороге поплывем. Что у нас у индуса? Вот, есть. Так, этим уже осторожно к шведу подбираемся. Тут, к сожалению, через речку. Мне как-то надо этого убить. А тут не хватит, наверное. А, хватит. Отлично. Так, Дели, Агра, Мадурай, Калькутта практически обращены. Давайте этим в Калькутту уже. и вот этим в Калькутту. тут еще даже. Есть, Калькутта тоже обращена. Да, по-моему, уже следующим ходом Индия будет считаться. А, нет, потому что он уже наставил городов каких-то Джабалпур, Бангалор. Знаете что, давайте, наверное, со Швецией мир заключать. Я тут не достанет мой А, я уже походил им. Мир заключать. Меня не особо вот это волнует, что он тут бегает. Я же с этой стороны буду его обращать. А вот тут мне надо, чтобы не убивали мои юниты военными юнитами. Поэтому давайте попробуем заключить мир. Она хочет каких-то денег, но я ей предложу нефть. Сколько баррелей нефти? 8 баррелей. Отлично. Так, и что-то она там какому городу государству помогать? Швеции? Он Швецию умеет? Город государства имеет в виду. Какие-то у него тут ресурсы еще были. Оливки и свинки. За 4 барреля 2 ресурса? Ну, это странно, кстати, почему компьютер такое принимает? Потому что, ну, ресурсы роскоши работают все ходы, да? А нефть ты однократный ему не 4 нефти вход дал, понимаете? А однократные 4. Так, построены везде плотины. Тут, видимо, ну, здания и районы никакие тут точно не хочу строить. да и не могу. То есть, надо проекты. Логистика промышленной зоны, а что тут за... А, да, давайте, чтобы тоже не досталось к компуктеру. Ничего не меняем. Там явно мне сейчас еще надо будет ходить. А, вот у меня в Кирену приехал. Давайте обращать католицизм и отсюда в Германию плывем. не слушай, Вавилон, что-то ты дофига всего хочешь. О, прям 4 золота в ход индус. касси зря я отклонил, вдруг он мне войну объявит. Не, ну, Швеция, только я с тобой договорился, ты начинаешь мне какую-то фигню требовать. кстати, у него нету, у нее нету никаких реликвий. Как я говорил, Германия мне убила апостола, которым я залез. Крупное наводнение предотврещено. Ну, все. Нет, я тут ничего не буду менять. Все ячейки реликвий заполнены. Так, это что за довольство дает? Используем шпионов. Давайте, кто у нас по науке законговый? Мы с Вавилоном союз. Кельты. Давайте к Кельту отправим. 81 денег, 153. О, 291. Сюда давай. Так, вот это не очень, конечно, хорошо, что тут немножко вернулся. вот вот тут давайте Кельн и Кельн все равно потому что два жителя всего лишь. Здесь Ульм. Над Ульмом работаем. Да, надо мне тут как-то держаться вместе юнитами. И вперед, естественно, вот этих апостолов двигать. Нельзя уже передвинуть, да? Ладно. Вот этим лучше в Лизье пойти обращать. Так, вот тут какой-то норвежский город должен быть. Вот он, Хамар. Ну, пять жителей, в принципе, давайте. Осло, Нидра, странся. О, вот большой город. Так, это вы сюда вперед. Видите, тут есть парень. Так, слушай, наверное, норвежец. Давайте смотреть. Уже норвежец должен, Все-таки еще не мой. Египет мой. И индус еще не мой. Ладно. О. Блин, тут какой-то индусский выполз. Блин, вот не хочется мне на него нападать, потому что вот на этого я бы напал. Этого я точно убью, видите? Так, ну и надо куда-то потратить. Ой, шецму встал. Ну вот Норвегия, наверное, точно уже А, Сарсборг не обратился еще. Так, в коммунизм мы не переходим. Естественно, нам нужна теократия, потому что она плюс пять к моим юнитам дает. Ну, знаете, наверное, апну. Нет, дорого, разве чего? А пускай так бегает на автомате. Двенадцать в Хельсинбурге. Давайте пока просто разведывать, где тут города у Швеции, а обращать мы будем индуса. Так, вот этих апостолов мне надо вперед выдвигать. Эти вниз идут города ищут. этим плыть лучше. О, этого надо убивать. Так, вот этот слабенький. Болония. Тут же все обращено вроде, да? Живот индусу нефиг делать. Взял вот эти три города инковских. это же невозможно удержать по идее. Ну, сразу. Тут вообще опасно надавить, тут апостолы иудаизма мешаться будут. Кёльн обращен. Не, поплыли пока вниз. Я хочу с моря фрайбург обращать потихонечку. Да, долгие ходы по шуме миллион апостолов просто. Просто миллион. 7-4 12-2 6-3 Давайте наверное этого Калькуттия. Видите, где мало осталось хитпоинтов у апостолов, их конечно лучше. Так, это тройное на Швецию. Ну, тройное сила расписывается с утройной силой. Сюда идем к ребру. Уже нам надо иудаизм искоренять с утройным рвением. Сколько я имею науки? 169. союз конга закончился. Кто-то может сказать, что зря заключаю союз конга, что он может улететь в космос, но я уверен, что за 20 ходов он этого не сможет сделать. во-первых, если мне захочется ядерку, то я через 20 ходов наверное в него кину. А во-вторых, мне все-таки хочется чисто религии побеждать без мешания, например, другим компьютерным игрокам что-либо делать. что если я буду кидать ядерку, значит что-то у меня уже не получилось. Три раза, мимо чудо пройдет сюда этого. Опять странное перемещение. У Ануку бегал. Да, У Ануку так и остается лучшим. А на производство тоже У Ануку. Кай бегает. Дальше плывем. Магда бы... Вот не хочу я сюда влазить. Там явно апостолы немецкие. А вот Гайдельберг Гейдельберг обратим. Слушайте, 100 монет. Давайте может Аварикум обратим. 100 монет за обращение. Так, у нас лишний трой... Ну, пускай пока сидит. Это потому что закончилось у нас космическую гонку. Мы его все равно где использовать не можем. Давайте пускай сидит. Это из-за конгресса у меня был лишний торговый караван. Шпион завершен. И опять строить тут неч. Не хочу космопорт у нас. Вот. из принципа даже ничего не буду строить. Католики не верят в космос. Какие космопорты о чем вы? кстати, здесь пожалуй канализацию построим. Жилья ну не то чтобы маловато, но может закончиться. А потом следует гранты хайду. Есть полотина. Ничего тут не затопило. Ничего чинить не надо. Слава богу. И строить нечего. Давайте логистику промышленной запустой. Уже ученых нету. В принципе делать мне ну а куда мне тут выходить в науке по-хорошему? Что я тут? Я уже даже термоядерку открою следующим ходом и все. у меня тут как бы ну хотя пластмасса вот плюс одно пища для рыбац подожди ты для рыбацких лодок пускай будет. Так открыли для внутренних это ничего не надо и коммунизм нам не нужен. Убрали давайте наверное не останавливаться в покупке апостолов потому что это должна быть офигительная волна. так и куда ты у меня тут ехал наверное уильки уаман этот у нас тут вниз плывет кирене да блин чё кирена не хочет обращаться а 3 из 3 ладно 3-3 точнее 3-3 а блин ну постоянно какие-то юниты всё ещё не походили миллион этих апостолов ух ты кто-то восстание поднял блин это нехорошо этот ещё прошлым ходом было его моё караван там конечно но это в столице в общем-то пропаганда бразвеи христос искупитель нифига не надо так смотрим кто блин египет всё я такой опять же почему я вижу эти так давайте мы поставим скидка в золоте ресурсы на улучшение юнитов потому что мне надо вот так до пушки хотя бы чтоб больше урона наносило дальше здесь давайте до танчика что тут сейчас проблемы у меня будут блин мне надо было шпиона нового вот во вроцлаве у меня шпион давайте мы его в краков один тут сидит по кведуки теперь ещё сюда надо потому что мне не нравится эти что тут делают шпионыш у меня их миллион во-первых почему-то в моём городе сидит а во-вторых то чем они занимаются мне не нравится кого повышать бы ну давайте магнуса на электричество быт логистика продолжим с логистикой инженер явно мой будет я даже его покупать не буду так что я ещё не апнул танчик танчик так что где-то ещё у меня есть юниты какие-нибудь господи сколько у меня апостолов просто так каперы там сами плавают каравеллы плавают тяжёлая колесница так где-то тут ещё вот так вот тут у нас пушка где-то ещё тяжёлая колесница была вот тут что ли да пускай пускай будут танками тут у нас каких-то партизан поднимают постоянно против католиков без пенализации обойдусь реально в городах нечего делать просто нечего делать в городах а вот у нас тут апостолы идут смотрим что тут как я и говорил вперёд выдвигаем вот этих именно апостолов которые с прокачкой на силу а эти тут сзади потихоньку обращают так есть уже норвегия но инди еще нет инди еще нет 9 из 12 3 осталось ну в общем-то подождите 9 9 из 12 10 1 3 осталось тут кто-то не влазит что ли раз два три четыре пять шесть семь кто-то не влазит еще вон инки считаются все-таки да потому что три это германия швеция и индия знаю вот эти мне распространять или лучше пока подвинуться вперед дальше наверное посмотрю его мумбаи мумбаи джабалпур бангалор я думаю что здесь уже ничего не будет да вот это вот мне все надо пообращать желательно и кстати апостолов индусы я не вижу раз два три четыре пять шесть ну и джабалпур явно он тоже популяр раз два три убийства этого гуру калькутта семь тринадцать и этим дальше валим начинаем высаживаться знаете хорошо что сделали другой слой для религиозных юнитов то есть ты не можешь никак им помешать ставя другие юниты что например было в пятой в пятой цели народ просто расставлял вокруг города вот так юниты и ты не мог уже просто свою религию принести и все вообще такая очень простая методика борьбы с религией ну и тем более что там не было в принципе религиозной победы то есть это мешали расписать чтобы бонусы не получал соперник где-то против кого-то должен был так природы этого отправить так у этого тут прокачка новая религиозные баталии продолжаем каждый 620 веры апостол ну с другой стороны я 783 вход да а слушай наверное еще одного могу тройные силы так это все если у нас все плывут в германию эти работают на ульм вот этого я хотел в лизье отправить есть католицизм тут найти источники так вижу апостола немецкого так я вопряжение наверное не смогу ваншот ночь да если этот может дойти нет ладно если этого подведу вроде должны добить ну потом скорее всего этого убьют мне кажется но нормально я готов разменять так как тут у нас 5 4 3 2 ну тут конечно все на тоненького пока но сейчас у меня тут прибывают апостолы вот вот этой стороны и прям все зашибись начнется так я даже думаю что мне тут стоит не высаживаться а дальше именно полить тут во-первых какая-то территория я вижу что не очень приятная для продвижения тут ты высадился вот тут пранкру трир и понеслась так 7 жителей вторуге убрали не было ли тут кстати тут именно хамар этого тратить который в районе хамар как бы 5 жителей вообще можно вот этого потратить он там стоит давайте вот издалека вот так сделаем этого один заряд остался давайте в Сарцбурге распространишь так а тут пойдем о это хорошо есть ваншот и здесь у нас еще и ну вот этого я этим скорее всего не смогу да не смогу давайте на сюда в крестьян сани крестьян кстати норвежский был город видите не знаю меня ведь захватил или отвалился по лояльности даже можно посмотреть по городам ну кельт ни у кого ничего не захватывал немец только вот я вижу крестьянсон и фивы чужие города но фивы очевидно по лояльности отвалились здесь тоже ничего не происходило похоже логистика здесь будет еще какой-нибудь этот ученый а не ученый инженер в будущем так СМИ открыли демократию откроем да я тут я тут больше всех культуры по всему кстати да надо еще проверить культурную победу вряд ли там есть проблемы да я даже видите второй по туризму но это за счет реликвии конечно так ну и путники конга запускает но видно мы не должны по этому поводу беспокоиться так нет мы стоим а вот сюда я хотел в стране чтобы уже точно просто тут у нас действительно сильные в религиозном плане цивилизации поэтому поэтому я хочу чтобы эти города кельта на них влияли тут то Египту что сделает и полностью обращенная Грузия не может никаких ну вот так зугдиди внезапно кстати зугдиди стал православным не из-за влияния а явно какой-то апостол где-то был у Грузии не пойман и мной так следим за вот здесь скорее меня бесплатно да и здесь могут убить похоже так обсуждает индус каких-то денег там даже юнитов уже нету так немец да убил одного апостола но вот этих я скорее всего убью этот ушел так ну неплохо неплохо так меня только волнуют вот эти ребята которыми тут все грабят ну и танчик добивает блин я так дороги так и не проведены между городами все меня танчик не доезжает до этого прикиньте вот это плохо на самом деле так инженера забираем есть еще инженер кстати тоже хороший для меня инженер потому что я получаю веру от престижа кампусы дают ну такое но судя по всему я его получу этого торговца так 4 посла есть куда нам их отправить в религиозные города его все отправлены может какой-то из них перегнул гигантскую голову я не буду нигде строить на это я точно не буду и ватикан что дает при активации великого человека на 400 влияния тоже нафиг надо честно говоря вот юханесбург кстати прикольно если мне не изменяет память плюс одно производство нет города получают плюс одно производство за каждый улучшенный тип ресурса плюс два так то есть смотрите я так понимаю что это вот здесь имеется ввиду например где у нас какие ресурсы вообще ну вот например селитра да селитра ресурс 5 производства дает а это кстати обработан у меня что-то я не вижу да рудник 4 производства есть еханесбург а я кстати не смогу ее сделать да ну давайте вольем я просто хотел сейчас проверить пока только убираю Кристины сузеренства так здесь нам важно убивать апостолов в Швеции здесь я распространяю потому что у этого мало хитпоинтов он фигово будет я сюда буду его переводить на два раза больше так здесь мы в ребру приехали так 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 распространяем распространяем нет богу угодно богу очевидно угоден больше католицизм а все я уже распространил да отлично отчет все порушено какие-то стихийные бедствия были а где вообще где вообще ничего апостолы в Швеции что всеми апостолами инка пошел обращать а то что тут у него в тылу чужие апостолы бегают ему пофигу мумбай бы отправил ну я бы джабалпур и мумбай обратил а на бангалор йоханнесбург и нанмадол подзабил бы уже пошел со шведом разбираться так прайбург работаем у нас апостолы прибыли с не очень дружественным визитом прямо скажем ух ты а тут он такой стильный у нас он участник дискуссии понятно да тут у нас сложности появляются давайте еще раз пространю вблизью камар распространен таруга распространен крестьянцем плывем даже не плывем а выс а так слушай это в крестьянце не работает ладно высаживаемся да блин встал на господи сделайте что-нибудь с так а тут я атаковать не смогу да нет могу отлично этот минус тут давайте трир трир больше чем аугсбург ну на самом деле тут из городов то ахен важен и вот тут какой-то город явно большой и на самом деле мне вот этих апостолов всех зачистить и тогда будет зашиблить да блин у меня караваны эти так у меня два каравана может во-первых у меня в лодзе сидит незадействованный как раз давайте смотреть краков уануку да краков уануку из познани уануку вот этого давайте наверное познань перебросим отправим еще один можно одного купим красавицу вот так как как это представьте десант апостолов который высаживается по теребру знаете без защиты такой куча этих апостолов и идут такие сообщать благую весть о католицизме а слушайте лонд это же был шведский город индус все-таки у швеции какой-то город мне казалось наоборот швеция какой-то город захватила у индуса кстати а кто с кем воюет вообще все еще есть войны немец с кельтом и норвежцем это понятно кельт с немцем и грузии ну там такая война разгрузишь прохода даже нету у них а вот с немцем да норвежец и кельт на двоих хорошо а на моей на моем континенте о инг с конгой и вавилоном и кстати как ну чекуи то отвалилась по лояльности как и дурмутия кстати от вавилона ну так-то и не видно каких-то особых боевых действий фонга еще и со швецией воюет а китай кстати я про китай вообще уже забыл он по-моему да он случайно там свою религию никак не возвращает так пожарный проверю нет полностью все в моей религия только самарканд и наска остались 6-3 религиозные дискуссии общаясь религиозные дискуссии этот у нас проект космическая гонка тоже кавычелевый башни тучит сверху на вродслов смотрит как там прикольно так апостол доступно повышение а че это за что так ну давайте на родной территории вот во время контрразведки давайте возьмем подождите находясь на родной территории повышает уровень всех наших пионов а этот снижает давайте я лучше возьму вот эту полиграфу снижает уровень вражеских пионов так этого к нам вот в этот район пишу нас пригород краков ах берлин ну в общем то вот и все города мне кажется что тут может быть город и нам в общем то осталось в германии не так много городов обратить так этого я уже отправляю на другой континент к джабалпуру блин вот этот вот эти так ладно давайте распространим чтобы его не убили просто тут он два апостола индусские и этого наверное уже на этот континент ему там делать уже сейчас все будет и без них обращено так пропускаем или дополнительные заряды около чуда меня волнует конечно вот тут германия тут мне кажется убьют меня апостола тут раз два шесть шведских апостолов были еще один раз города как так то подождите тут какая-то слушайте они же делали в патче что типа смотрите да шон бин прекрати пожалуйста разговаривать смотрите они же специально делали что когда вызываешь этих партизан из пригорода он разрушается чтобы типа у них было в патчноуте так написано чтобы нельзя было еще раз провести эту эту же или это из этого нет он ведь он не разрушен то есть тут сидел опять шпион египетский и опять провел ту же самую операцию по вызову партизан из этого же района который типа был разрушен вообще-то они это точно не из этого района потому что он не разрушен теперь а я не чинил его ну то есть это какой-то что-то неправильное тут то есть мы больше танчиком что-то не нравится как что тут происходит с этими партизанами логистика на логистику я это делаю может на торговца уже мне что-то кажется что это последний инженер будет роботов мне жалко урана нету вообще никакого давайте глянем что у нас там дальше может синтетически лучше материалы заглянуть и дальше в холодную войну пошли тут вот мне практически уничтожили апостолов да значительная победа давайте попробуем этого убить так и распространим вот так сделаем ну пока шел до антовайли она сама стала католической давайте тут поработаем не знаю что ему не особо получается у швеции тут распространять а а а и и нет в теократии мы так и доживем до конца с теократии да так здесь бежим по дорожке ломая ножки да ну хорошо дорога проложена удобно мне по ней бегать тип еще апостолы индусские о это ты хорошо тут апостола сделала какой-то сильный это послал рэмбо да блин вы прикалываетесь мне кажется просто игра прикалывает то есть это у это ну у него явно дискуссия до прокачку но у меня два с дискуссии было давайте вот даже смотреть ну поврежденный не будем считать у меня сила 144 у него 129 и я почему-то тремя апостолу 144 этого 143 вот этого меньше явно до 126 и не смог все равно добить нормально не нормально блин высадился даже господи и вот я не представляю как таким образом например в сетевой игре вы же вы посмотрите сколько у меня тут ход длится сколько я двигаю все метеопосов в сетевой игре вы просто забиваете на всю экономику получается вас просто не не получится за таймер таким количеством апостолов походить так этого мы в акведук у нас сидеть с кракова его 628 я бы на деньги лучше писал чем на производство потому что я уже производство просто некуда девать за деньги хотя бы чуть откроем пинцы юниты можно купить если что вдруг это же здание нет ничего и уран случайно никто не хочет продать конга то есть уран только у конга и не хочет визита сказать она конечно ничего не готова он вообще ничего не он ничего не хочет чтобы короче не продаст он уран все так здесь хочу тут делал вообще оперилтехи по моему так что у нас тут с апостолами быть происходило вообще так ну тут бы я наверное магдебург обращал так и и и уже обратился это быстро вот апостол но я думаю что не добежит вот этого парня надо мне даже сюда встану даже сюда подальше было и тут не появлялись апостолы гейтельберге поплыли отсюда о поплыли отсюда о вот когда тут так вот апостолы стоят мне очень нравится обожаю их атаковать надо было немножко по-другому высадится не могу его дальше проатаковать больше хватает очков движения жаль куда ты я вот тут стоит апостол я хочу вот сюда чтобы он пропал какого хера он высаживается что у вас с поиском пути блин разработчики но этот какой-то это мрак реально мрак и безысходность лучше им надо править даже игра показывает что она по-другому ведет но делает вот так с какого-то хрена уже 10 из 12 я так понимаю что еще а германия уже под моей религией то есть я индуса еще не обратил на германию обратила как так только индус раз два три чану до 4 города у него тут их до индус еще один город буквально не ну германию надо там добивать по что у него обращены мелкие города он это легко все обратно сделает поэтому работа к тут канализацию давайте и походство в гамане инженер мой флотова сергей горшков что за флотоводец такой я даже адмирал советского союза ничего себе раз вижу во-первых во вторых первый раз слышу о таком то там любитель флота морской тематики расскажите пожалуйста что за не зря наверное добавили в в игру так как просто осталось тут гай гейдель беркахин берегите только только во франкфурте в плюс идет ислам во всех остальных городах он даже снижается тоже насколько все таки эти жизненная игра избавляем германию от ислама все как в современной жизни оставьте открытие мне так я думаю что немец между какие-то до какого-то апостола а швед швед уничтожен там я помню знаю где да нормально а немец нет но меня то есть вот это больше вал пойти если у меня тут не хватит апостолов у немца я буду хрен знает сколько к нему еще ехать и новых апостолов вести а к швеции вот тут все уже тут все они тут меня им у инка он мне тут мешается даже наверное даже не стоит с ним тут драться просто лучше распроста хотя нет не убиваю видите его апостола я лучше просто распространю религию на уильку аман и все пускай там апостола не будет так здесь ну куда делся вот апостол который тут был убился может не тогда бы мы обратили наверное как он вообще мог а вот он в городе а а 8 9 линчопинг там самый такой крупный да есть тут какой-то апостол а вот стокгольм у нас самый крупный на него надо навалиться стокгольм обратим и считай считай все в общем то блин те партизаны да партизану стоим тут стоим тут в кракове ремонтируем пригород что они еще ага в плотске ремонтируем мастерскую тут они еще улучшение поломали давайте в плотске куплю строителя дальше во вроцлаве мы покупаем двух апостолов ну смотрите встала тварь на мой священное место я не могу купить во вроцлаве апостола потому что стоит конголесская апостолическая тварина на моем священном месте не дает стоит ли мне сюда лезть у анака обращать этим апостолом я думаю что нету что там два шведских апостола я лучше сюда пойду так а где что то почему почему здесь иконки участник дискуссии мученик да кстати вот эти иконки скорее всего это не оригинальная игра это скорее всего от мода комьюнити юзер интерфейс комьюнити юзер интерфейс вот этот скорее всего они показывают разработчики же до этого не додумаются что это так удобно зачем зачем вам эти иконки так лун тут кида обращать а этими ребятами не обращаем потому что они на битву с другими апостолами заточены впервые проходя мимо чуда тут опять вручную надо ими двигать иначе вон там кто то есть этой клеткой кто то есть поэтому сюда не дает игра отправить юнит о нечего похищать ну давайте ракет строение будем срывать кельту как там кстати конга да даже еще даже вторую ступень не запустил торгует следующим ходом инженер флотовой ну давайте на инженера на флотоводца на инженера один заряд остался магдебург пульм 4 2 ну давайте здесь мало 5 4 вот 6 не стало это норм так попробуйте этого а он он в военном лагере тогда обращаем просто гейдельберг своим ходом самое интересное что как бы германия уже считается мной обращая но мне надо вот эти крупные города обратить именно в них священные места и немец просто может там заново апостолов закупать у него и так они есть вон видите потому что у него это прокачка на дискуссии он ведь больше урона нанес чем получил отлично священный город ислама тоже опять же интересно что это берлин священный город ислама а блин а слушайте я убью этого апостола да нет мой блин это вот я зря сделал могу я сейчас да да нет да что такое блин апостолы что с вами ну вот куда ну что это вот за вот именно так конечно удобнее сюда то есть через вот эту клетку да мешаешься я тебя обману и вот так делал я хочу этого добить ну там там серьезный был конечно апостол какими-то серьезными прокачками радует радует что я его смог таки приговорить приговорить так ну вот тут мне могут аж 2 че не могут скорее и убью двух апостолов нет прикол отчеток да 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 так что у нас тут каждый ваш посол двойной да это все нафиг надо дополнительного шпиона так мы тут по-моему кого-то поймали вражеский избежал поимки в выпечке так ну тут мы все вроде исправили и шпионы у нас работают где надо так ремонт ремонт стоим давайте апнем кстати так а танчики современные не открыты еще да наверно верну обратно подержать нету содержание июнь так может ресурсы нет ресурсов дофига и лучше не алюминия давайте плюс один к перемещению на всякой пожарной территории это поставлю мне и деньги не нужны и вообще так вот у нас апостол хочет да добегаю отлично теперь стокгольм стокгольм это будет как последний священный город в игре который католицизм принят примет клинчопинг клинчопинг карлстад 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 блин я индию то обратил на конец нет 10 из 12 а не а индия кстати уже моя топотяга а теперь кого не хватает инка что ли блин там этот швед долбанный похоже инка а ну да за счет того что он мачо обрет то есть у меня 1 2 3 4 5 а у инка городов 1 2 3 4 ну да 5 6 не надо 1 город инка обратить другое поражение ну вот эта армия обрать обратиться шведы и пойдет туда к инку естественно просто непонятно почему швед на инка все шведы индус всю игру хотят обратить именно инка а не друг дружку следующим кодом инженер торговец плотоводит плотовод то нет ну не знаю давайте краткую и везде в выдвищу давайте шпиона плотовод то плотовод то х м м м м м м м апостолов шестьсот шестьдесят как было просто добраться до его вот этих у меня тут куча как раз на дискуссию прокачанная будто этих убил апостолов мне даже не надо было бы ничего просто все города инка мою религию вы перешли тоже сюда отправляем все все священные какая лучше была бы религиозная победа вот что я придумал не 50 процент а как военная же победа циви это когда ты захватил все столицы соперника так может и религиозная была бы круче если бы те надо было все священные города я понимаю что например может быть вот у нас здесь может быть 7 религий но в сетевой игре просто не все могут основать религию так вот было бы так что у тех кто основал религию надо только священные города обратить а у тех кто не основал у тех 50 процентов вот мне было бы мне кажется так было бы более логично победа нет этим кстати пойду уже к инку с этой стороны пушину тут вниз мне хватит я думаю юнитов апостола чтобы пообращать города шведа так он апостол я вижу малое поражение но я его убью да все равно сука вообще других религий городов так индоиста один город остался у да сизма 3 там вот за китаем у протестантизма 1 у православу просто слушайте православие 8 подождите это не нравится вильнюс раз обида с 2 ватикан 3 апу 4 кабул 5 кирена 6 звук диди 7 аншану но это нормально все я просто вижу что не увеличивается количество да ладно ислам один остался то есть ислам и протестантизм один а где протестантизм интересно в царсбурге а тут в ахене так ну отсюда тогда тоже поплыли вот к инку эти города обращать тут уже мы тоже свое дело сделали я думаю у нас в общем-то только инк остался все нет ни одной ни одного города в исламе но у него остались апостолы которые могут это разнести поэтому продолжим работу современные танки что современные танки против апостолов но согласитесь где тут тут где-то был за берлином еще мне кажется нет отдавать и берлин еще католическими сделаем ну все кайф принципе то есть швеция инк остались же пофигу что выбирать на самом деле грузиями оскорблять брат католик брата католика убили как вот эти бегает апостол искоренить новую веру обязаны ну мне кажется уже не успеют они я думаю что это примут да но так ну вот этих апостолов не могут убить поэтому распространяем вам франкфурт религию и тут меня апостола могут я могу убить лично тут мне уже важнее убивать его апостолов чем религию распространять это все что у него осталось а он не может новых делать потому что его города обращены в мою религию то есть это если он будет делать новых апостолов то это будут апостолы моей религии лично а вон ульм вернулся в ислам ну слушайте надо тут наверное все таки еще поддержать апостолов очевидно тут еще не все с немцем решено смотрим 10 из 12 ну швеция инк это швеция и инк так так гольм католический юн чопинг мумбай ну тут тоже уже все я думаю бандалор нету смысла обращать до идем стокгольм обращен он стат лин чопинг так тут тоже все отправляемся у анаку если у вас есть возможность убить апостола то это важнее чем распространить религию повторяюсь убийство апостола это и есть распространение религии вы убиваете тяжелых тяжелого апостола и распространяете свою религию таким образом ядерное устройство монумент опять же не нефиг нечего строить мне кажется это будет последние торговицы инженер и так а ну давайте ладно инвестиции в центр коммерции сделаем тут же я просто починил уже все да так а почему тут угольное электростанция горит а починить ее не могу что за прикол угляда фига да и так связь понял что это такая дебильная баг в игре то есть вы можете только это перейдя например на нефтепродукты а потом обратно на угольную это вот такие штуки странные иногда в игре встречаются а там еще есть за флотоводец еще один до 2 случайные технологии да блин ну что ты высаживаешь так сергея горшкова надо использовать плюс один уровень морскому юниту а беговые прокачки которые мне не нужны так так будем обращен давайте в кельсинбург наверно пойду так этот у нас апостол воин и этот апостол воин да блин собственно мне осталось уничтожить вот эту важную группировку шведских апостолов все обращено поэтому сюда к швед к шведу выдвигаемся губернаторов у меня удаляют метод тут тут важно смотреть что шведская делает там уже и на германию по фигу ага отлично подвела раненых очень хорошо ну два города ну два города минус немецких и уничтожить это все еще вы знаете вы знаете я скорее всего я скорее всего этим ходом даже могу закончить это зависит от того как будут умирать сейчас апостолы шведские и как будут обращаться инковские города в связи с этим не может тут проатаковать сюда и атакуем все победа судя потому что зависла это значит что да то есть я обратил последний ну вот ребята религиозная победа в итоге мультик посмотрите ну короче что я хочу сказать во первых компьютер просто не в курсе что есть инквизиция в игре с инквизиции компьютер намного проще бы с этим справился во вторых в сетевой игре против живых людей вот то что я делал бы не сработало потому что они бы просто мне объявляли войну среди меня на втором на втором континенте все со мной в контрах были все красные ненавидели меня кроме немца но никто при этом не объявил войну чтобы убивать мои религиозные юниты обычным макаром то есть убиваешь и минус 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 то есть в этом плане конечно так ну вера игрока тут я понятно лидировал очень сильно даже у меня и меня даже всего лишь одна война была с конга в начале игры представлять ну вторая со швецией которую я сам развязал чисто чтобы его и апостолов убивать то есть конга в начале до пришел как всегда на божестве это происходит типа у меня куча армии у тебя нету армии пришел убил я все еще считаю что на божестве когда я 20 цивилизаций ставлю невозможно победить религию просто потому что у меня не было бы место вот под то количество городов что я сейчас поставил у меня много городов соответственно там много было священных мест и у меня 700 веры вход я смог набить хотя вот тут очевидно что у меня даже слишком много апостолов было их можно было и меньше сделать но когда у вас 20 цивилизаций вы сможете ну 45 города поставить да то есть вам в любом случае надо было бы с кем-нибудь воевать чтобы города захватывать у вас бы отложилась возможность апостолов больше делать плюс у меня мне повезло я считаю с наук с пантеоном на веру а потом и наука в общем-то за счет религии тоже у меня от третьей до четверти науки всю игру давала именно религия считаете видите я второй даже по науке был хотя у меня было внутри что ли кампуса всего лишь и только один из них классный вот ну не было хороших религиозных городов-государств то есть это конечно в минус мне сложнее было повезло кстати что конга рядом не религиозная цивилизация была хотя остальные цивилизации в принципе нормально компенсировали там и грузия религиозная оказалась и норвегия религиозная которые там все вкидывали но компьютер не понимает концепцию инквизиции опять же повторюсь что в сетевой игре вот таким образом было бы очень сложно побеждать сетевой игре вы должны если хотите победить религии подготовиться какой-то к одной эпохе определенной желательно чтобы она попозже была заключить со всеми дружбу которая будет 20 ходов то есть они не могут ничего вам сделать эти 20 ходов и вот за эти 20 ходов успеть обратить всех игроков иначе хоть один игрок остается который не заключил с вами дружбу он просто будет ваших апостолов убивать обычными юнитами они вывод ну или есть у кого религия до 5 и это катя еще не факт что вы сможете победить после сил тот у кого есть религия он будет просто основывать инквизицию и своими инквизиторами зачищать свои города когда вы там другим чем-то занимаетесь а так как в сетевой игре таймер есть это очень муторно вы просто вы не будете успевать вы экономику свою похерите да вы там будете обращать людей но экономика у вас будет так больше всех юнитов как и потерял китаец самое что интересно норвежец и и кто еще это белое чё это шник не клеопатра мне интересно городов потеряно норвежец только норвежец один город а почему если вавилон тоже терял город может за счет захвата имеется в виду а не по отваливанию чтобы что-то показывает что только норвежец то есть видимо тот город немец у норвежца захватил войной на должно быть захвачена городов тоже потеряно город вот захвачена городов нет царет аш трое почему-то ну немец точно один захват viv on где он вот есть пачекуток и есть кельс на рано количество захваченных городов не не связано с количеством потерянных городов почему-то Ну, вот такая партия Победа Религии на божестве Оказалось Проще, чем я думал на самом деле Я думал посложнее будет Я думал там ребята будут больше Сопротивляться своими апостолами Чем получилось на самом деле Единственное, что муторно это все двигать И последние ходы, наверное, занимали Минут по 10 каждый На этом все, играйте в умные игры Спасибо, что смотрели, всем пока Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем, хочу попросить вас Поставить лайк, оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями или в социальных сетях А также посмотреть Другие мои видео, ссылки на которые Вы видите сейчас на своем экране Играйте в умные игры И всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!